Хор Так псалмопевец восклицает и говорит о пении. Писание говорит, благо есть петь Господу, благо есть славить Господа. Мы пришли для того, чтобы прославить великого всемогущего Господа. И вся слава нашему Господу. И я вместе с вами хочу сказать славу нашему Господу. Да будет имя Божие сегодня благословенно. Мы благословляем наших гостей. Мы будем вместе с ними молиться. Вместе петь. Вместе славить нашего Господа, который пострадал за нас, умер и воскрес для нашего оправдания. Братья и сестры, мы встанем на ноги и призовем имя Господне. Попросим благословения на служение. Поверь, надежда есть. Ее дает всем нам Господь. О, поверь, теперь и здесь надежда есть. Склоняюсь пред Твоим величием, Господь, Твоим дыханием вся земля сотворена. Тебе подвластна океана, в глубинах. Ты пролил кровь за нас. В Тебе вся жизнь моя. Поверь, надежда есть. Ее дает всем нам Господь. О, поверь, теперь и здесь надежда есть. О, поверь, теперь и здесь надежда есть. О, поверь, теперь и здесь надежда есть. Ее дает всем нам Господь. О, поверь, теперь и здесь надежда есть. Поверь, теперь и здесь надежда есть. Ее дает всем нам Господь. О, поверь, теперь и здесь надежда есть. О, поверь, теперь и здесь надежда есть. Надежда есть. Есть, есть, есть. О, поверь, теперь и здесь надежда есть. Слава Богу. Братья и сестры, мир вам. Мир вам. Не спали. Ваше гостеприимство. Ваше гостеприимство. Сегодня у вас в гостях славянская миссионерская библейская школа города Джексонвилл, штат Флорида. Я думаю, что мы уже хорошо знакомы. Многие ваши люди, ваши члены были, учились. Валентин Блашенко, который стал очень близким моим другом. Я знаю, что он также трудится сегодня в вашей церкви. Ну и многие другие. Сегодня в программе вы услышите пение хора, стихотворение, свидетельство, проповедь. Конечно, они все волнуются, переживают. Вы будьте к ним снисходительны. Прощайте с Божьей помощью. Мы хотим, вчера у нас была молитва, послужить вам сегодня. Чтобы это служение, как пастор сказал, вы пришли после рабочего дня. Кто-то, может быть, даже приехал с другого города. Мы хотим наше желание послужить вам, чтобы сегодня был праздник в вашей душе и духе. Чтобы вы не пошли домой, чтобы вы не жалели о том, чтобы вы были в Доме Божьем. Чтобы Бог касался всех нас через слово и через пение. С Божьей помощью вот уже 9 лет, как работает эта миссионерская школа. И хоть она находится на Флориде, но все эти молодые люди, их нельзя назвать флоридскими, они приехали с разных мест. Где-то из 25 разных штатов, из 70 разных церквей. Даже из Аляски добираются на Флориду. Это, наверное, самая крайняя точка. Из Украины есть люди, из Германии. Но большинство это студенты, конечно, славяне. Наша молодежь из разных церквей Америки. Но также хочу вдохновить тех, кто уже женат или постарше. У нас также есть семейные пары, есть люди, которые учатся с детьми. И даже одна пара во время учебы родила еще маленького ребенка. И с детьми, и муж, и жена после учебы отправляются на миссию. Представляете, что есть такие жертвенные люди. И обучение длится полгода. Но полгода библейской школы это только лишь начало. А основная их часть или миссия это уже за океаном, на миссионерских полях в разных странах. И, конечно же, мы благодарны Богу за то, что сегодня наши дети, ваши дети, за то, что сегодня некоторые избирают такой путь. Оставить, может быть, работу, учебу, продать машину и приехать в библейскую школу изучать Слово Божье. Когда-то наши, возможно, отцы или прадеды, они даже не мечтали о какой-то школе библейской, о какой-то миссии. И помните, как раньше даже нельзя было Библию спокойно, свободно почитать, помолиться. И я искренне благодарен родителям нашим, сегодня родителям, которые в этом зале, за то, что вы воспитали нас. За то, что вы передали нам веру. За то, что вы страдали за веру. Кто-то сидел в тюрьме за веру в Бога. И даже некоторые, может быть, никогда и не узнали о том, что их внуки, их дети сегодня будут нести эту веру другим людям. Спасибо вам, папы, мамы, дедушки, бабушки, за то, что сегодня перед глазами вашими это свидетельство Божьей славы. Вся эта молодая армия – это ваши молитвы, ваш клад в нас. И теперь уже настала наша очередь нести эту веру другим людям и передавать ее, вкладывать ее в других. Пусть Бог нас благословит. Пение хора. Видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном. И края Ризь его наполняли весь храм. И взывали они друг к другу и говорили, свят, свят, свят Господь Саваоф. И вся земля полна славы Его. И поколебались вверхи врат от глаза воскликающих. Асана! 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 Христос, Спаситель, Божий Сын, грехи Ты наши все простил, за нас страдал. Пролил Ты кровь, как велика Твоя любовь. Мы помним труд и подвиг Твой, когда рыдал Ты над толпой. Ты жизнь нам смертной подарил, Ты царь, царей и властелин. Асана всемогущему, Асана вновь грядущему, Асана Господу Творцу, Асана Искупителю Кресту. Асана всемогущему, Асана вновь грядущему, Асана Господу Творцу, Асана Искупителю Кресту. Асана Господу Творцу, Асана Господу Творцу, Асана Господу Творцу. Асана Господу Творцу, Асана Господу Творцу, Асана Господу Творцу. Жми достоин славы всех века веков, От всех людей сразил врага. Поверь, Ты вправь, И держишь ада ключ в руках. Христов, Спаситель, Божий Сын, Грехи Ты наши, Все простил я. Был далек, был обречен, Теперь же Сына наречен. Асана всемогущему, Асана вновь грядущему, Асана Господу Творцу, Асана Искупителю Кресту. Асана всемогущему, Асана вновь грядущему, 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 Асана вновь гряду Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Мне рассказать другим о том, как возлюбил ты. Но мир, как будто слеп, живет в скорбях в греховной мре. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил 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 DimaTorzok когда нам что-то дают или нам что-то дарят, нам помогают, нам дают. А испытали ли мы вот это чувство, тоже приятное, когда мы даем? Не нам, а мы другим отдаем. Я помню, когда я еще был маленький, мы жили в Украине, и когда к нам приезжали миссионеры. Их даже так не называли, их называли иностранцы, хотя я потом узнал, это были миссионеры. Но это были шведы, немцы, американцы, которые привозили гуманитарную помощь нашим людям в Советском Союзе. И мы дети радовались, я позже понял, что радовались и родители. Мы получали, нам везли Библии, литературу, помощь, мы брали, получали, получали. И вы знаете, что, наверное, мы не думали, что когда-то придет наша очередь отдавать. И это время настало. Когда мы жили в Советском Союзе и даже не мечтали, наверное, тогда жить в Америке или в какой-то другой стране, ехать на какую-то миссию, об этом не было даже разговора. Но пришло время, так быстро, незаметно и неожиданно, наша очередь отдавать. Как когда-то кто-то ехал, нам вез гуманитарную помощь, теперь мы должны везти другим. Как когда-то кто-то нам вез Библии, теперь мы должны везти другим. Как когда-то кто-то ради нас приезжал, помогал, точно так же сегодня наша очередь идти и отдавать другим. Это то, что есть миссия или миссионеры, это посланные люди. И я всем нам, христианам, просто еще раз хочу напомнить, что Иисус Христос много очень сказал проповедей на земле, притч. Я даже не уверен, если мы их все помним или запомнили. Но хочу обратить ваше внимание на одну деталь, последнее. То, что Он попросил людей делать, прежде чем Он был вознесен на небо. Он сказал, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие. Go and preach to all nations. Он это попросил нас, людей. И это была одна из Его последних просьб. Вот почему сегодня есть миссии, миссионерские школы. Вот почему сегодня ваши люди или ваша церковь едет. Вот почему сегодня к вам приезжают миссионеры с разных стран Советского Союза и не только. И вы знаете, почему это будет продолжаться? Потому что в Библии написано, что это будет. Христос сказал, и будет проповедана Евангелие по всей земле. И тогда придет конец. Я не знаю, задумывались ли вы или нет, но мне кажется, что в эти дни миссионеров больше. Вот в наше время сегодня миссий разных миссионерских организаций больше. Я даже допускаю мысль, что в вашу церковь, наверное, приезжают миссионеры часто. Сколько разных организаций миссионерских. Мы не успеваем запоминать названия и следить за всеми новостями. Знаете, почему их так много в наши дни? Мы живем в последние дни. Христос сказал, сначала будет проповедано, а потом придет конец. И вот почему я верю, что так будет. Если не поедут они, поедут другие. Не поедут другие, а поедут третьи. И независимо, мы за миссию или против. Независимо, мы поддерживаем миссию или нет. Участвуем или нет, все равно так будет. Все равно Евангелие проповедано будет. Потому что Христос сказал, что будет проповедано по всей земле. Он решил. Вот почему я верю, что так будет. Если бы я решил, возможно, это было бы под большим знаком вопроса. Вот почему сегодня, сразу же после окончания этой школы, большинство из них, они пойдут на миссию. 10-12 групп, в среднем 70-80 человек. Каждый сезон уезжает на миссию в разные страны. Многие из них покупают билет в одну сторону. В Украину, в Россию. Были в странах Северного Кавказа. Были в Хорватии, в Канаде. Один из самых свежих стран это Куба. Также Африка, Кения. Но вы знаете, что я знаю, что когда они поедут, им будет там трудно. И в Украине, и в России. Я был и там, и там. Я помню, как на одной евангелизации на улице. Мы не имели много опыта, возможно, знаний. Но у нас было просто желание служить, рассказывать другим людям о Боге. И приехала на одну евангелизацию в милиции. В России, вокруг многоэтажные дома. И они сказали, всю вашу группу сесть, пожалуйста, вам в машину. Я попросил всех наших людей быстро отдать паспорта и деньги местным людям, верующим, которые были там. И через некоторое время, через пару минут, приехала грузовая машина. И я сразу понял, он не шутит. Конечно, испугались или, возможно, не успели испугаться, все было очень быстро. Но потом, среди этой толпы, которая слушала нас, неверующие люди, выходит одна бабушка, старенькая, так еле-еле идет с палочкой. И подходит к этому полковнику милиции, и так ему, прямо перед носом, палочкой. Говорит, убирайтесь отсюда, как можно побыстрее. Когда здесь говорят воры, бандиты, наркоманы, говорит, к вам не дозвонишься. А когда приехали нормальные люди, то вы приехали власть показывать. И вы знаете, что этот милиционер, полковник дал отбой. Всем разрешил оставаться. Еще одна была интересная деталь. Наш звукооператор слабо говорил по-русски. И он управлял аппаратурой, шла музыка, программа, мы пели. И подходит милиционер к звукооператору и говорит, дорогой, концерт окончен. А тот ему отвечает, нет, только начался. Милиционер хотел ему сказать, что все, сматывайте удочки и убирайтесь отсюда. Но он не понял, вежливо, по-доброму ему ответил. И вы знаете, такие ситуации, когда у тебя нет шанса, может быть, быстро подготовиться и как-то правильно среагировать. Но молитвы людей, которые сопровождали, я уверен, не только нас, но многих миссионеров, они их хранят. И это то, что мы просим вас, чтобы вы молились о том, чтобы Божья охрана пребывала на них. Вы знаете, на них, я думаю, тем более особенно. Они люди молодые, они неопытные, жизненного опыта мало, духовного опыта мало. Но вы знаете, что в их немощах и слабостях я свидетельствую вам о том, что проявляется Бог и Его слава. Но если бы мы все знали, все умели, они были бы профессионалы. Я думаю, что могла бы закрасться мысль, что мы и без Бога справимся. Умные, все знаем, все умеем. Но нет, дорогие друзья, братья и сестры, мы не все умеем. Мы не все знаем, мы ошибаемся. Мы нуждаемся в совете, нуждаемся в помощи, в ваших молитвах. И просим вас, Денвер, Колорадо, пожалуйста, вспомните хотя бы один раз, летний период, когда эта молодая армия будет на миссии, благословите, чтобы Божья охрана была над ними, Божья мудрость была в их устах. И через них до сегодняшнего дня Бог открывает новые церкви на земле. Сейчас мы посмотрим короткий видеоролик. Вы знаете, что несколько раз Бог нам дал вот такое желание просто трудиться на Кубе. Первый раз, когда мы туда поехали, должно было ехать туда целая группа, пять человек. Сокращая историю, в итоге там у одного не получилось, у второго не получилось, у третьего не получилось. И пришлось ехать мне одному. Моя жена начиталась на интернете, как там все страшно, опасно, сильно испугалась. Но я поехал, не зная, кто будет встречать в аэропорту, куда, кому, но на протяжении двух лет Бог положил в сердце просто попасть на Кубу. Именно найти там русских людей, русских украинцев. Два года я не мог перестать просто за это думать. Вот забываю, возвращается, забываю, возвращается. И два года я не мог перестать думать. И вот мы уже взяли билет, визу, остался в конце один. Летим, не зная, кто встретит, куда, где и что будет. Четыре дня никого не находил. На четвертые сутки нашел одну русскую женщину, которая сказала, да, здесь есть русские, тысячи русских людей в этом городе. Все атеисты и коммунисты, воспитанники Советского Союза. Потом она меня познакомила еще с другими женщинами. Мы туда съездили несколько раз. Я был в многих странах, в бедных странах, но я еще не видел, как люди там с такой большой жаждой брали Библии в очередь на русском языке. Наши славяне, которые там живут, в основном это одни женщины, которые остались там еще во время холодной войны. И вы знаете, что сегодня, в этом году, три-четыре месяца назад, уже в этой стране, в двух городах, произошло водное крещение. Наши люди в коммунистической стране. Там родилась новая евангельская русская церковь, первая на Кубе. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Бог сказал, кого мне послать? И последний припев был «Я пойду» Тема моей проповеди сегодня называется «Когда тебя не поняли» Правда, в нашей жизни бывает очень много людей не понятых Не поняли на работе Не поняли в семье Не поняли в церкви не поняли дома, просто не поняли, страшно, разговаривают на одном и том же языке. И все равно друг друга не поняли. Правда, в вашей жизни вы можете вспомнить момент, когда вас кто-то не понял. Это принесло сколько боли, печали, расстройства. Но непонятых людей, наверное, много. Но как реагируют вот эти люди, которых не поняли? Я сегодня хочу читать с вами из Библии пример одной женщины. На меня это настолько коснулось, что когда у меня родилась дочка, я сказал, ее имя будет Аня, или по-другому Анна. Именно это судьба этой женщины, которую не поняли. Давайте прочитаем с вами первая книга «Царств». Первая глава. Можно включить PowerPoint. И вы можете следить на экране. Я буду читать некоторые стихи выборочно. Итак, со второго стиха. «У него были две жены. Имя одной жены Анна, имя другой Финана. У Финаны были дети, у Анны же не было детей». Шестого стиха. Соперница ее, то есть Финана, сильно огорчала ее, побуждая ее кропоту на то, что Господь заключил чрево ее. Так бывало каждый год. Когда ходила она в дом Господень, та, другая жена, огорчала ее, а эта плакала и не ела. И сказал ей Елкана муж ее, Анна, что ты плачешь? Почему не ешь? А чего? Скорбит сердце твое. Знак вопроса. С десятого стиха. «И была она в скорби души, и молилась Господу, и горько, горько плакала, и дала обет, говоря, Господи Саваоф, если ты презришь на скорбь рабы твоей, и вспомнишь обо мне, и не забудешь рабы твоей, и дашь рабе твоей дитя, мужеского пола, то я отдам его Господу на все дни жизни его». Между тем, как она долго молилась пред Господом, Ильей, это священник, смотрел на уста ее, и как Анна говорила в сердце своем, а уста ее только двигались, и не было слышно ее голоса, «То Ильей счел ее пьяною, и сказал ей Ильей, да коли ты будешь пьяною, вытрезвись от вина твоего». «И отвечала Анна, и сказала, нет, Господин мой, я жена, скорбящая духом. Вина и секеры я не пила, но изливаю душу мою пред Господом. Не считай рабы твоей негодной женщиной от великой печали моей и от скорби моей, я говорила доселе». Дальше я читать не буду. Для всех верующих эта история известна. Я сказал, тема моей проповеди сегодня называется «Когда тебя не поняли». Где не поняли? Везде. Вы знаете, когда одни не поняли, слава Богу, что есть другие, которые могут понять и утешить, но бывают такие моменты в жизни, один не понял, второй не понял, третий не понял, а четвертый, который услышал, неправильно сделал вывод о вас, тоже не понял, тоже осудил, и так больно и плохо. И вот судьба Анны, одной женщины. Первый маленький итог. У нее, значит, здесь четыре персонажа мы рассматриваем. Священник по имени Ильей, дальше муж Елкана, и у ее две жены Анна и Финана. У Анны не было детей. В то время, из истории мы знаем, это считалось большим позором, унижением. Некоторые называли это проклятием. Это была большая беда и горе в доме, в семье и в сердце у этой женщины. Здесь Библия описывает много раз ее печаль, скорбь. Пишется «печаль сердца», «печаль души». Плакала, горько плакала, долго плакала. Проблема была серьезная для нее в то время. И первое, что ее не поняли, это, наверное, люди. Первый пункт. Не поняли люди со стороны, которые, возможно, осуждали. Возможно, говорили, Бог наказал. Некоторые говорили, вот видишь, за какой-то грех. Возможно, некоторые другие делали свои выводы. Но эта женщина, она страдала. Скорбь души. В английской Библии написано «биттернесс», «горечь» внутри. «От великой печали и скорби». Дальше, не то, что ее просто не поняли люди. Ее также не поняла и не поддержала ее семья, в которой она жила. Это пункт номер два. Написано, что женщина, другая жена, она ее побуждала к ропоту. По-английски «she provoked her». Побуждала, вынуждала, заставляла, доставала. Всякими словами, делами. Практически она делала все возможное, чтобы другая женщина просто взорвалась, возроптала. Обиделась, психанула, сказала плохое слово. Но чтобы точно потеряла мир. И дальше написано в Библии «так бывало каждый год». Седьмой стих. Представляете, в вашей жизни судьба. Каждый год вам встречается вот эта финана. Сегодня она называется по-другому. Сегодня вы знаете, как называется этот человек, который, кажется, вам мешает, лишает вас мира, покоя, здоровья. Не совсем вас понимает и точно уж вас не поддерживает. Написано, сильно огорчало ее. Но это еще не все. Дальше в Библии, в этой же главе мы читаем, что когда она скорбела душою, то однажды муж задал ей вопрос. Анна, а почему ты плачешь? Зачем ты тревожишься? Почему ты не кушаешь? Отчего скорбит сердце? Муж спросил, в чем дело Анна? Почему ты так печально и уже долго? И вы знаете, возможно, любая жена, я уже человек женатый, могла бы ответить, так ты муж, и ты сам до сих пор не догадался? Ты не понял, не разобрался в ситуации? Мы живем под одной крышей, ты мой родной муж, и ты меня спрашиваешь, что случилось? Дорогой, так если ты не в курсе дела, то что говорить о других? Вот это любовь, вот такая любовь, вот такой муж, вот эта семья, вот это близкие, вот это родные, вот это понимание вы называете? Вот это вы называете взаимопонимание? Ну, вы знаете, что это даже было при таких условиях, что муж Анну, жену свою, любил? Представьте ситуацию, когда муж и жена любят друг друга, и даже любя друг друга, возможно, недопонимание. Откуда я это знаю? Написано здесь, в Библии, что муж ее любил ее больше. Написано в пятом стихе, отдавал ей особую часть жене, ибо любил ее больше. И представляете, даже в такой ситуации, возможно, можно было бы на ровном месте воспринять это очень неправильно, и сказать, меня не поняли, меня не поняли, меня на работе не поняли, люди не поняли, соседи не поняли, все вокруг меня только шепчутся против меня. И тут еще в семье на тебе такое понимание встретилось. Но на этом наша история не закончилась. Не поняли люди, раз. Не поняли в семье, два. Три. Последняя надежда. Сестра Анна приходит в церковь. Зачем? Ища понимание. Там и там не поняли. Вы уже рассуждаете дальше, да? Пришла сестра в церковь. Как и все мы. Пришла и начала молиться Богу. Начала изливать свою душу. Начала рассказывать Богу все, как есть на самом деле. Как больно, как тяжело, как трудно. Как не понимают меня в жизни. Как все больно, как все ранят. И вдруг встречается ей священник. И священник говорит, почему ты пьяная? В конце концов, неужели ты не знаешь порядок христианина, христианской жизни? Неужели ты Слово Божие не читаешь? Неужели ты не знаешь о последствиях? Ты мама, ты женщина, как ты могла и так дальше. И здесь у Анны мысль все. Это конец. Последняя моя надежда. Последняя капля. Где я только не была, меня не поняли. Пришла в церковь. И тут я встретила вот такое непонимание. И хочется сказать, вау, Анна, Анна, если бы со мной так поступили, вы что, как в церкви, в храме, священник? Ну давайте не возьмем священника, любого рядового человека, который бы подошел, не разобравшись в ситуации, не спросил, как дела, не сказал вам ничего ободрительного, не похвалил даже, не сделал никакого комплимента, а просто начал обличать, говорить критику. И прямо в церкви, и верующий человек. Ну первое, что минимум бы вы выбрали бы, это другую церковь. Ну как в такую церковь ходить? Ну пришла, ну ни здрасте, ни как дела, ничего. Обличили. Обличили по полной программе. Ну ладно, рядовые люди, возможно, не разобрались, члены там церкви, но здесь священник написано в Библии, священник. Это бы мы, наверное, по-человечески, наверное, бы не простили. Возможно, я ошибаюсь. Рассуждаем вместе над Словом Божьим. Как бы мы поступили, находясь в той ситуации? Я напоминаю вам, там не поняли, на работе не поняли, люди не поняли, соседи дома не поняли, пришла в церковь и в церкви не поняли. Как дальше жить? Последняя капля надежды, которая у людей. Бывает даже, что мы перепробуем все, все варианты всех знакомых, всю методику, но последняя всегда останется церковь. В церкви там обязательно поймут, утешат, ободрят, подскажут. И вдруг у Анны встречается в церкви такой интересный опыт. Ее обличают. По-другому ее критикуют. По-третьему, ее не поддержали, не узнали. И вы знаете, самое интересное, это реакция Анны. Все до этого это было вступление. А теперь, вот теперь самое интересное, реакция Анну, Анны на то, когда ее люди не поняли. И вы знаете, что написано в Библии, что она так кротко отвечала и сказала, «Господин, не думай, что я негодная женщина. Я не пила вина, я не пьяная». Она называет вот этого человека, который с ней поступил, вроде бы грубо. Она называет его господином. Сегодня так не называют, но это правда явно деталь уважения, символ вежливости, респект. К человеку, который ее вроде не понял и начал критиковать. Она его называет господином. Но смотрите, какой выход находит Анна в этой ситуации. Она молится. И написано в Библии 12 стих, что Анна долго молилась. Долго, долго, долго. И вы знаете, что часто бывает, человек приходит и рассказывает свою проблему, и наш автоматический христианский ответ, и я его считаю правильным, «Помолись, и все будет нормально, все будет хорошо». А вы знаете, как однажды неожиданно подошел человек и рассказал всю свою проблему, большую проблему, и сказал, «Что ты мне можешь, пожалуйста, сделать или посоветовать, кроме того, как сказать мне, чтобы я помолился?» И тут кажется, «Ты знаешь, я вот именно это и хотел тебе сказать, помолиться». И часто мы вроде бы уже сами, как будто бы, те, кто нас просят, или мы ставим под сомнение вот эту молитву, которую мы имеем между Богом и человеком. Но смотрите, эта женщина, она так верила вот в этот метод молитвы, что все, что она делала много-много лет, каждый год, долго она молилась. И смотрите, какой процесс происходит изменение характера, процесс перемен человеческого мышления, процесс изменения реакции. Спокойный, ответ. Но вы при этом учитайте и запомните, перед этим было много лет, ее все доставали, побуждали к ропоту, критиковали, ну, как сказать, не сильно поддерживали и помогали. И вдруг тут духовные верующие люди, христиане, еще и обличают и замечания делают. Вот это, кажется, поддержка. но она реагирует очень мирно. И вы знаете, какой вывод? Самый большой вывод всей нашей истории. духовная зрелость, христианина, это правильная реакция, добавлю, спокойная и правильная реакция на проблемы, на трудности, когда вас не поняли, достали, обидели, сделали замечание, что-то не по-вашему, не по плану, неожиданно, обидно, это уже чересчур больно, сколько лет можно терпеть, все, 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 это все прошло, Анна. И вот зрелость, духовная зрелость, правильная реакция на проблему. А теперь давайте подумаем и поразговариваем сами с собой. В нас, у всех, у нас в жизни проблем хватает. Как только что-то не по-нашему, какая реакция? Мгновенная, первая, сразу, свежая, какая она? Я добавлю и вам помогу. Потом, попозже, через день, когда остыл, вспомнил, что верующий помолился, тебя обличили, посадили, ты вздохнул, осознал, подумал, да и правда, не стоило так было вспыхивать, реагировать, резко обижать, кричать. Подумал, спокойно, отреагировал правильно. Но спустя несколько дней или часов, но наша суть, наша зрелость христианская, это первая, мгновенная, immediate reaction. Your inside, immediate reaction. That's what shows your spiritual level. Это то, что показывает нашу духовную зрелость. И вот Анна правильно умела реагировать на все эти вещи. Она не осудила пастора, священника, она не осудила церковь, она не поменяла церковь, она продолжала ходить в ту же самую церковь, в тот же храм, и она без обид и гнева продолжала молиться Богу Своему. чаще всего, когда мы встречаем такое непонимание, особенно среди верующих, то первое, что приходит на мысль, это поменять церковь или лидера, который, возможно, по вашему мнению, как-то неправильно с вами обошелся. Это человеческая реакция. Еще мне кажется, что чаще всего мы, может быть, стоит признать, что мы вначале, когда вспыхивает проблема, мы не прибегаем к Богу сразу в мире. Вначале сразу идет наша реакция, наша, тот, кто ты есть настоящий внутри, тот, от кого, возможно, все уже устали, вздыхают, терпят, ждут, покрывают, может быть, молятся, но они как-то от вас страдают, страдают не от вас, а от вашей реакции, по-другому от характера, от первой реакции, вот это то, что такое напряжение создает, накаляет ситуацию, скандал, быстрый, такой мгновенный, неподготовленный, но точный и уверенный. Иногда бывает боится спросить, у вас есть такие люди, что в вашем окружении, что вы боитесь их спросить? Или боитесь подойти, просите, можешь подойти с ней поговорить? отчет? Да, не буду объяснять, просто подойди и спроси. Ну, а в чем дело? Ну, it's ok, just do it. Просто человек такой, что вот, ты не знаешь, какой дорогой, как, какой метод использовать. Я иногда привожу пример такой, знаете, что человека пригласили в гости, какое-то общение там, молодежное или общее церковное и вдруг в этом узком кругу узнали, что туда приехала еще одна сестра или один брат Саша и все как узнали, что приехал брат Саша, все, ну, все, вечер уже, как вы сами догадались. И в чем проблема? Не проблема в том, что брат Саша приехал, проблема в том, что брат Саша привез с собой свой характер, который проявляется и реагирует, как-то реагирует. И когда он плохо реагирует, вот это то, что доставляет нам иногда дискомфорт. И вы знаете, что я добавлю, что трудности в нашей жизни, они были и будут, пока мы на земле. Но когда приходят в нашу жизнь и трудности, и проблемы, что чаще всего нас удивляет? Повторю вопрос. Когда в нашу жизнь приходят трудности и проблемы и непонимания, что нас при этом удивляет? Я вам подскажу. Первое, удивляет то, как эти люди с нами так поступили. Второе, удивляет то, как вот эти верующие могли так поступить. Третье, удивляет то, как я здравый, нормальный христианин и прохожу через такие трудности, мы даже можем взгляд в небо. Господи, за что я прохожу через это? Три пункта, что нас удивляет, но самое главное, что нас никогда не удивляет наша реакция. правда? Это то, что нас удивляет меньше всего. Дорогие христиане, давайте мы задумаемся, что нас меньше всего удивляет в жизни? Наша реакция на трудности, на проблемы, когда нас обижают, не понимают. Правда, нас не удивляет наша реакция? Вот кто может прийти вечером домой и сам себе удивиться? или, например, неправильно отреагировать, вспыхнуть. Вокруг все привыкли, а ты тем более с детства. И нас не удивляет наша реакция, нас удивляет трудности, удивляют проблемы, удивляют люди, но не удивляет наша реакция. Вы знаете, что нам надо обратить внимание, не удивляться трудностям и проблемам, как мы уже разобрались, а что пока мы на земле, они есть и будут, потому что мы на земле. Но надо удивляться нашей реакции на трудности и проблемы, когда она бывает иногда неправильной. Когда мы не бежим и не прибегаем сразу, в первую очередь, к Богу, а начинаем действовать сначала по плоти. Я Ему скажу, сказала, обязательно скажу, как он мог и так дальше. Но вы знаете, что на этом история не заканчивается. Дальше смотрим на характер Анны. Она в свое время Богу пообещала Боже, если ты мне дашь сына, я его отдам тебе. И вы знаете, что мне нравится в этой женщине, опять же, в ее характере, это то, что мы иногда, когда мы попадаем на конференцию, на собрание, нас Бог касается, Дух Святой касается, мы Богу обещаем, Боже, поеду на миссию, Боже, буду служить, Боже, я каюсь, больше никогда в жизни этого не сделаю. Но потом проходит месяцок, два, год, и мы узнаем себя, что мы такие же самые, мы узнаем себя, что обещание забыто. Но смотрите, эта женщина пообещала сына отдать Богу, и когда она отдала Богу сына, сколько прошло времени? забеременела уже девять месяцев, раз, можно передумать за этот срок? Женщина всю жизнь мечтала иметь дитя, ребенка, вдруг она его получила, девять месяцев хватит так подумать, обдумать, все так переосмыслить и сказать, ну вы что, ну всю жизнь ждала, ну куда, кому я отдам, будем вместе молиться и все, и кажется, ну как, но смотрите, потом проходит время, потом написано в Библии, что она еще этого младенца грудью вскормила, еще время, потом написано в Библии, что она взяла и привела отрока в храм, значит привела, сколько еще прошло лет, отрок, по-другому тинейджер, кажется, сколько моментов для того, чтобы передумать, соседи, родственники советовали, Анна, ну такой красавчик, ну смотри, ребенок, ну посмотри на его глазки, как он улыбается, это же, ну прелесть, Анна, куда, Богу, священник, на миссию, да ты что, Анна, да будут миссионеры, он, ну своего, куда, Анна говорит, я обещала, я отдам, мы иногда много обещаем Богу пожертвовать, но как проходит период времени испытаний, и потом под сомнение ставится наше решение, но прошли годы, эта женщина все равно отдает, отдает Богу в храм, но и это еще не все, смотрите, два вам слова таких даю на размышления, Офни и Финес, может быть, вы хотели бы мне сказать, чтобы я говорил либо по-английски, либо по-русски, это по-русски, слова незнакомые, непонятные, но это два имени в Библии, два сына, Офни и Финес, сыновья это были, священника Ильи, который жил там в храме, она отдает своего сына туда, чтобы он навсегда оставался и служил Богу, одна маленькая деталь, которая неудобная, очень неудобная, написано в Библии, вторая глава, первое царство, сыновья же Ильи были люди негодные, плохие, злые, они не знали Господа, не служили Богу, были неверующие, были плохим примером, если бы я узнал эту информацию, я бы сказал жене своей, дорогая Анна, я знаю, что мы хотели отдать своего сына на воспитание туда, но посмотри, в какую атмосферу он попадет, наш сын, его сыновья, негодные, злые, Господа не знают, как он будет расти в этой обстановке, Анна, остановись, и Бог поймет, и все мы поймем, Анна сказала, я обещал, она отдает своего сына на воспитание, вопрос, кому? Кто будет воспитывать ее сына? При ком будет расти этот мальчик, священник Ильей? Правда, может возникнуть вопрос, он своих не смог воспитать, как он моего воспитает? и снова реакция, снова та же самая женщина, встречает новую проблему, а мы уже договорились, проблемы были и будут, встречает новую проблему, встречает новое непонимание, новая преграда в жизни, и снова реакция, спокойная, спокойная, правильная реакция, диагноз христианской жизни, спокойная, правильная реакция, диагноз, уровень христианской зрелости, и она отдает его туда, на воспитание. И вы знаете, что проходит время, вырос сын хорошим священником, стал служителем Божьим, Самуил, помните? Самуил, но его мама, сколько ей пришлось пережить, от разных людей, в разных ситуациях, в христианской среде и в нехристианской среде, но ее реакция меня просто вдохновляет, шокирует. Какой характер, какое доверие Богу, какое сердце. Меня это пленило. Я сказал моей жене, если у нас будет дочка, у нас будет Аня. Я хочу вот этому примеру подражать, я хочу так жить, я хочу, чтобы этот пример был среди нас, среди наших женщин, сестер, дочерей, в наших семьях, чтобы мы могли смотреть и подражать, чтобы мы перестали удивляться трудностям и людям, но начали удивляться нашему характеру, нашей реакции, от которой страдают. И вы знаете, что в конце Анна посоветовала? Правда, сейчас уже внимательно мы все будем слушать ее совет. Прослушав ее историю и судьбу, сейчас к ее совету можно прислушаться. Вот что она посоветовала. Вторая глава, третий стих. Не умножайте речей надменных, дерзкие слова, да не исходят из уст ваших, ибо Господь, Бог, есть ведение, и дела у Него взвешены, по-другому все под контролем у Бога. Она только один совет дала. Братья и сестры, осторожно, с языком, с реакцией, с характером, кротко, смиренно, не говорите дерзких речей, которые ранят людей, не унижайте людей, помните реакция, реакция людей. Если не знаешь свою реакцию, если неизвестно еще как, а знаешь, почему неизвестно? Потому что я к себе привык, поэтому уже реакция не удивляет. Возьми 10-20 человек и спроси, можешь, пожалуйста, мне рассказать за меня всю правду? Если пауза, молчание, как начать так, вначале пару комплиментов, ну так, чтобы подготовить почву, ты ответ уже получил? Сразу понял, что не очень. Не очень, правильно. Не очень. Вот так мы и живем с нашей реакцией. Сейчас, друзья, мы все будем вместе молиться. У меня, знаете, еще что заметно, что Анна в библейской школе не училась. Не училась в библейской школе, а правда, просто долго молилась. Долго. Постоянно. Подчеркиваю, постоянно молилась. Потому что в Библии написано, что когда встретилась ее священник, тот же самый священник, Ильи, и встретил уже эту Анну с ее ребенком, Бог ответил на ее просьбу и нужду, то вы знаете, что сказала Анна? Она ответила с дерзновением. Я та же самая женщина, которая здесь при тебе стояла и плакала, и молилась. Когда мне было трудно и больно, я здесь же стояла и молилась. Сейчас у меня в жизни победа, все хорошо. Я та же самая женщина, я продолжаю здесь молиться. И когда в моей жизни встретятся новые трудности и новые люди, я буду продолжать молиться. И я хочу отвечать всегда. Я та же самая женщина. У меня нету перепадов в моем характере. Сегодня хорошо, завтра я неузнаваемый. Сегодня нормально, а завтра опять нормально. Я каюсь, я грешу, я каюсь, грешу, грешу, каюсь, грешу, каюсь. И такой стиль жизни. Хочется больше постоянства. Я та же самая женщина, которая здесь стояла при тебе и плакала, и молилась, и Бог услышал мою молитву. Давайте мы сейчас все встанем на ноги. Мы готовы за вас помолиться. Приходите вперед. Может быть, кто-то просто хочет покаяться за свою реакцию неправильную. В церкви всегда можно каяться. Всегда. вы так же можете проходить. Если в вашей жизни все нормально, мы просто можем благодарить Бога и проверять свою, нашу, духовную зрелость, как мы реагируем на проблемы, на трудности, на людей, которые встречаются в нашей жизни. душа моя к тебе стремиться как поток гулань. Слава Богу за тех, кто идет. О, Господь, я жду Тебя, чтоб войти в Твою обитель. Слава Богу за тех, кто идет. Слава Богу Ты прекрасен, Иисус, всей душой к Тебе стремлюсь. Как нужный нам иди, как нам нужной дождь, все Твои источники воды живой. Бог, как Ты прекрасен, Бог, как Ты велик, Бог, Господь, мы жаждем быть с Тобой. Бог, Господь, мы жаждем быть с Тобой. Друзья, я вам рассказывал, что перед тем, как поехали в Вашу церковь, мы вчера молились именно за Вашу церковь, что Бог благословил нас, наше служение сегодня. Что Бог сегодня через Своё Слово, Свою любовь, благодать, Свой Святой Дух, чтобы Он касался нас, чтобы мы получали это обновление внутри, укрепление нашей веры, ответы на наши вопросы через Слово Божие, через Библию. Я верю, что мы сюда приехали тоже не случайно, что сегодня Бог, Он присутствует среди нас, потому что Библия говорит, что если двое или трое собраны во имя Моё, там Я среди вас. Об этом пишет Библия, и нам стоит в это верить, что Бог сегодня среди нас, в этом городе, в этой церкви, чтобы сегодня касаться нас, чтобы мы прикасались к Нему, как к Нему прикасалась женщина, которая страдала. Кровотечениями, потом получены исцелениями. Библия, потом получены исцелениями. Библия, затем получены исцелениями. О, приди мы ждем, расслабляет вся земля всемогущего Царя. Как нужны нам реки, как нам нужны ночь, Все твои источники воды живой. Кто, как Ты прекрасен, кто, как Ты велик, О, Господь, мы жаждем быть с Тобой. О, Господь, мы жаждем быть с Тобой. О, Иисус, мы ждем Тебя, Весущий, Победитель Бог. О, Иисус, мы ждем тебя, Весущий, Победитель Бог. Как нужны нам реки, как нам нужны ночь, Все твои источники воды живой. Кто, как Ты прекрасен, кто, как Ты велик, О, Господь, мы жаждем быть с Тобой. О, Господь, мы жаждем быть с Тобой. О, Господь, мы жаждем быть с Тобой. Дорогая церковь, а теперь пришло время для молитвы. Давайте мы все сейчас горячо помолимся Богу, возвысим свой голос к Нему. И помолимся за тех, кто вышел вперед. О, Господь, мы жаждем быть с Тобой. О, Господь, мы жаждем быть с Тобой. О, Господь, мы жаждем быть с Тобой.